Цегламинская библиотека номер 16 представляет Виталий Бианки «Чей нос лучше» В 2023 году исполняется 100 лет со дня публикации произведения Виталия Бианки «Чей нос лучше» У Виталия имелась привычка записывать все увиденное Он наблюдал за окружающим миром, жизнью животных И эти его записи потом стали отправной точкой в рассказах о природе В общей сложности Бианки сочинил три сотни произведений Среди которых детские сказки, рассказы, статьи, повести Он издал порядка 120 своих книг В одном из своих интервью Виталий сказал Что старался писать так, чтобы и взрослые читали его произведения с удовольствием И только спустя годы понял, что писал для взрослых Сумевших не утратить в себе детскую душу В 1923 году состоялся литературный дебют Бианки В журнале «Воробей» был опубликован рассказ «Путешествие красноголового воробья» А затем на свет появилась книга «Чей нос лучше» Мухолов-танконос сидел на ветке и смотрел по сторонам Только покажется муха или бабочка Он сейчас же на крылья Поймает ее и проглотит Потом опять сядет на ветку и ждет, высматривает Увидел поблизости дубоноса И стал ему плакаться на свое горькое житье Мне, говорит, очень уж утомительно Пропитание себе добывать Целый день трудишься, трудишься Ни отдыха, ни покоя не знаешь А все впроголодь живешь Сам подумай, сколько мошек надо поймать Чтобы сытым быть А зерно клевать я не могу Нос у меня чересчур слаб Да, твой нос никуда не годится Сказал дубонос Слабенький у тебя нос То ли дело мой Я им вишневую косточку Как скорлупку раскусываю Сидишь себе на месте Клюешь ягоды, да щелкаешь Крак и готово Крак и готово Вот бы тебе такой нос Услыхал его клест-крестонос И говорит У тебя, дубонос, совсем простой нос Как у воробья Только потолще Вот, посмотри, какой у меня Замысловатый нос Крестом Я им круглый год Семечки из шишек вылущиваю Вот так Клест ловко поддел кривым носом Чешуйку и ловой шишки И достал семечка Верно Сказал мухолов Твой нос хитрее устроен Ничего вы не понимаете в носах Прохрепел из болота Бекас долгонос Хороший нос Должен быть прямой Длинный Чтоб им козявок из тины Доставать удобно было Поглядите на мой нос Посмотрели птицы вниз А там из камыша торчит нос Длинный, как карандаш И тонкий, как спичка Ах, сказал мухолов Вот бы мне такой нос Постой Запищали в один голос Два брата кулика Шилонос И краншнеп Серпонос Ты еще наших носов не видел И увидал мухолов Перед собой два замечательных носа Один смотрит вверх Другой вниз А оба тонкие, как шило Мой нос Для того вверх смотрит Сказал шилонос Чтоб им в воде Всякую мелкую живность Поддевать А мой нос Для того вниз смотрит Сказал краншнеп Серпонос Чтоб им червяков Из травы таскать Ну, сказал мухолов Лучше ваших носов Не придумаешь Да ты, видно Настоящих носов И не видал Крякнул из лужи Широконос Смотри, какие Настоящие носы бывают Во! Все птицы Так и прыснули Сосмеху Прямо широконосу В нос Ну и лопата Зато им воду Щелокчить-то Как удобно Досадливо Сказал широконос И поскорее Опять кувырнулся Головой в лужу Набрал полный нос воды Вынырнул И давай щелокчить Воду сквозь края Носа пропускать Как через частую Гребеночку Вода-то вышла А козявки Какие в ней были Все во рту остались Обратите внимание На мой носик Прошептал с дерева Скромный серенький Козадой ситконос У меня он крохотный Однако замечательный Мошкара Комары Бабочки Целыми толпами В глотку мою попадают Когда я ночью Над землей летаю Разинув рот И сеткой растопырив усы Это как же так Удивился мухолов А вот как Сказал козадой ситконос Да как разинит пасть Все птицы Так и шарахнулись От него Вот счастливец Сказал мухолов Я по одной мошке Хватаю А он ловит Их сразу стаями Да Согласились птицы С такой пастью Не пропадешь Эй, вы, мелюзга Крикнул им пеликан Мешконос с озера Поймали мошку И рады А того нет Чтоб про запас Себе что-нибудь отложить Я вот рыбку поймаю И в мешок себе отложу Опять поймаю И опять отложу Поднял толстый пеликан Свой нос А под носом у него Мешок набитый рыбой Вот так нос Воскликнул мухолов Целая кладовая Удобней уж никак Не выдумаешь Ты должно быть Моего носа Еще не видал Сказал дятел Вот полюбуйся А что же на него Любоваться Спросил мухолов Самый обыкновенный нос Прямой Не очень длинный Без сетки И без мешка Таким носом Обед себе доставать долго А о запасах И не думай Нам Лесным работникам Сказал дятел Долбонос Надо весь инструмент При себе иметь Для плотничьих И столярных работ Мы им не только Корм себе добываем Из-под коры Но еще и дерево Долбим Дупло выдалбливаем Жилище устраиваем И для себя И для других птиц Нос у меня Долото Чудеса Сказал мухолов Столько носов Видел я нынче А решить не могу Какой из них лучше Вот что, братцы Становитесь Вы все рядом Я посмотрю на вас И выберу Самый лучший нос Выстроились перед Мухоловым Тонконосом Дубонос Крестонос Долгонос Шилонос Широконос Сетконос Мешконос И долбонос Но тут вдруг Упал сверху Серый ястреб Крючконос Схватил мухолова И унес себе На обед А остальные Птицы с перепугу Разлетелись В разные Стороны Редактор субтитров Корректор А.Егорова